МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале. Красная линия. Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Наша сейчас ключевая задача победить на фронте. Победа на фронте позволит сделать мир справедливым. Депутаты Госдумы фракции КПРФ встретились с избирателями в Москве у здания представительства Европейского Союза. По-прежнему многие крайне необходимые идеи саботируются, не осуществляются. На реализацию некоторых мы тратим слишком много времени, потому что правящая партия не считает возможным напрямую голосовать за инициативу коммунистов. Итоги весенней сессии. Депутаты фракции КПРФ о результатах работы в завершившемся политическом сезоне и главных задачах на ближайшее будущее. Сегодня общественность вышла на улицу, чтобы сказать президенту страны, что ценности республики глубоко укоренились в умах тунисского народа. Никто не может их искоренить. Мы будем придерживаться их, чего бы это ни стоило. Сотни человек приняли участие в антиправительственном митинге в Тунисе. Они выступили против нарушения прав и свобод граждан. В Москве у здания представительства Европейского союза прошла встреча с депутатами Госдумы фракции КПРФ. Темой встречи стала борьба с неонацизмом на Украине и в ЕС. В беседе с избирателями также приняли активное участие представители левых сил России, Прибалтики и Германии. Открыл встречу первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он отметил, что Запад одновременно стремится затянуть военный конфликт на Украине и рассчитывает на победу чужими руками. Наша партия еще с 2014 года выступала за признание Донецких и Луганских народных республик. И если бы это решение было тогда принято, мы уверены, что мы от многих бед могли бы действительно и спасти нашу страну, и самое главное, братский народ Украины, который оказался во власти, в заложниках у нацистского режима. Наша партия с 2014 года направляла своих добровольцев, которые сражались на фронте в рамках интернациональных бригад. Юрий Афонин обратил внимание, что с 2014 года КПРФ отправила на Донбасс 115 конвоев с гуманитарной помощью. Это около 19 тысяч тонн груза. Также все эти годы коммунисты принимают в гостях в Москве и Подмосковье детей с префронтовых территорий. И уже 14 тысяч ребят и девчонок, капаленных войной, прошли и оздоровление, в нашей столице, узнали великую историю нашей страны, посетили памятные места. А действительно, для тех, кто жил на территории Украины, очень важно знать историю, потому что мы сейчас, работая в новых наших четырех регионах, видим, как полностью по западным лекалам, европейским и американским, пытались новому поколению поменять сознание. Неонацизм процветает не только на Украине, но и в правящих кругах всей Европы, уверен Юрий Афонин. Именно поэтому военный конфликт с преступной бандеровской группировкой должен закончиться только победой России. Наша сейчас ключевая задача – победить на фронте. Победа на фронте позволит сделать мир справедливым. Ну а мы надеемся, что народы Европы постепенно перейдут от политики поддержки вот этой авантюры американских заокеанских руководителей и поймут, что свои интересы, интересы дружбы, соседства с нашей страной – это самое важное. Правители проамериканские не поймут. Народ обязательно поймет. Но нам нужна одна победа. И каждый на своем месте должен эту победу приближать. Победа невозможна. Не только без восстановления и модернизации российской экономики, уверены в КПРФ. Необходимо также восстанавливать идеологию справедливости и солидарности, чтобы одолеть фашизм. Мы должны восстановить нашу идеологию. Посмотрите, у них есть идеология. Да, она вот такая, человеконенавистническая, фашистская, но она есть. А у нас вообще нет идеологии. Нужно восстановить эту идеологию. Восстановить. Это система взглядов на будущее нашей страны. Каждый должен понимать и знать, какой будет Россия после специальной военной операции, после войны. Коммунисты отметили, что друзья России сейчас это те страны социалистического блока, с которыми выстраивались дружеские отношения еще во времена Советского Союза. Коммунистические Китай, Вьетнам и Куба, социалистические Венесуэла и Бразилия. Эта дружба основана на социалистическом взаимодействии, на кооперации, на помощи друг другу, но не на эксплуатации человека человеком. К сожалению, Евросоюз, он объединяет не народы Европы, он объединяет марионеточные режимы Европы, которые под диктовку дяди Сэма организовывают войны для того, чтобы удержать этот империалистический режим. Против России, по мнению депутатов, выступают как раз те страны, которые в середине 20 века поддерживали и помогали гитлеровской Германии. Это прежде всего неонацистские организации и правительство Прибалтики, Венгрии, Польши и других стран Европейского Союза. Сегодня в Польше есть планы по увеличению вооруженных сил со 160 тысяч человек до 400. Зачем? Для каких целей? Это уже подготовка к какой-то агрессии. Другого быть не может. Десятки тысяч советских солдат погибло при взятии Варшавы, при освобождении польской территории. Поэтому это просто неблагодарные наши соседи, которые ведут себя таким хамским образом. И сегодня мы им напоминаем и говорим, что Польша является сегодня самым агрессивным государством в Западной Европе. Политэмигрант и литовский коммунист Гедрис Грабаускас после 8 лет преследований вынужден был уехать в Россию, чтобы сохранить жизнь. Он констатирует, что от декларируемых Евросоюзом прав и свобод в Прибалтике давно не осталось и следа. Я скажу по примеру Прибалтики. Политзаключенные, цензура, неонацизм. Вот это явные акценты этих режимов Прибалтийских. Литва. Альгирдас Полецкий и его друзья, которые сидят в тюрьме. Латвия. Татьяна Андриец, молодая антифашистка, которую хочет закрыть пожизненно. Эстония. Это Сергей Серединенко и его друзья, которые тоже в тюрьме. Член германской коммунистической партии антифашистка Леони Киллиндж подтвердил, что в Германии дела с правами и свободами сейчас не лучше. Для того, чтобы успешно противостоять западноевропейскому неофашизму, России самой сейчас нужно менять курс, уверены в КПРФ. Нужно переходить на рельсы нашей народной программы, которая выработана и Орловским форумом, выработана многими умнейшими людьми, опытом Советского Союза, победной поступью Советского Союза, той модернизацией, которая сломала хребет фашистскому зверю. Я уверен, это будет сделано. И залог этому наша вера в наших воинов, наше стремление победить. И мы победим, победа будет за нами. Нам есть, что предложить обществу, нам есть, что предложить людям, но этого нет как раз сегодня у действующей власти. Полтора года она преступно медлит, из-за этого, кстати, и не происходит та победа, о которой мы все мечтаем. Нужно незамедлительно делать левый поворот в социально-экономическом развитии, менять курс. Поэтому хочешь, не хочешь, но побеждать надо, побеждать придется. А для этого нужна совершенно другая экономическая и социальная система. И мы, коммунисты, предлагаем выход из этой ситуации. Мы предлагаем мобилизационную экономическую модель, плановое управление, национализация ключевых производств. Если мы будем солидарны, если мы будем смелыми, если мы будем преданными своим идеям, то ни в коем случае капитализм не возьмет вверх. И раньше или позже мы обязательно победим. И социализм вновь восторжествует в нашей стране. В России с 1 августа запустят групповые безвизовые туры в Иран и Китай. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Россияне могут отправиться в эти страны без визы в составе группы от 5 до 50 человек не более чем на 15 дней. На таких же условиях Россию могут посетить туристы из Ирана и КНР. Коротко о других новостях в стране и мире. Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка». Глава государства отметил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях. Ситуация с ценами на крупы в России стабильна. Об этом заявили в Минсельхозе. По данным ведомства, стоимость гречневой крупы в июле на 43% ниже, чем годом ранее. В Минсельхозе отметили, что в настоящее время проводится комплекс мер для обеспечения продовольственной безопасности страны. В России до конца текущего года будет построена и реконструирована более 2000 километров дорог. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Строительство новых автомобильных дорог осуществляется в рамках пятилетнего плана, утвержденного правительством. В Тунисе прошел митинг за защиту прав и свобод граждан. Участники акции несли в руках флаги Туниса и транспаранты с антиправительственными лозунгами. Демонстранты потребовали освобождения ряда политических активистов, арестованных по обвинению в заговоре против государственной безопасности. Тайфун Даксури обрушился на север Филиппин. Стихия принесла сильный ветер и ливни. Около 16 тысяч жителей прибрежных населенных пунктов были эвакуированы. В качестве мер предосторожности закрыты школы и предприятия. 26 июля Куба отмечает один из главных государственных праздников – День национального восстания. Ровно 70 лет назад отряды революционеров во главе с Фиделем Кастро предприняли первый шаг к свержению диктаторского режима проамериканского ставленника Фульхенсио Батисты. Главные итоги и первоочередные задачи. Депутаты фракции КПРФ на брифинге в Госдуме рассказали о результатах работы парламентской сессии и озвучили главные задачи на ближайшее будущее. Завершившийся политический сезон был крайне ответственным. По словам депутатов-коммунистов, ряд решений Нижней Палаты парламента вызывает удовлетворение. Ведь предложения и инициативы, на которых Компартия настаивала многие годы, начали реализовываться. Дмитрий Новиков напомнил, что недавно Компартия настаивали. Партия провела третий Орловский международный экономический форум. Он прошел в условиях СВО и нарастающих угроз со стороны Запада и подтвердил актуальность и востребованность идей КПРФ. Фракция КПРФ, наша партия никогда не окукливалась. Мы всегда держали совет с большим экспертным сообществом, с представителями научных кругов, с представителями производственников. Так было и на этот раз. Большой международный Орловский экономический форум проходил как с участием наших товарищей Геннадия Андреевича Зюганова, Андрея Евгеньевича Клычкова, Владимира Ивановича Кашина, Николая Васильевича Арефьева, Нина Александрова Сталиной, так и с представителями Российской Академии Наук, с теми, кто занимается реальным производством. Актуальность программы КПРФ подтверждена и успешной работой народных предприятий, которые сохраняют свою эффективность и высокие темпы развития даже в условиях обострившихся вызовов. Если вы поедете в Иркутскую область, то вы убедитесь, что самым эффективным сельхозпредприятием является тот, который возглавляет наш товарищ, член КПРФ Илья Алексеевич Сумароков. Если вы внимательно присмотритесь к тому, что происходит в Подмосковье, то вы увидите, что самое эффективное сельхозпредприятие, это то, которое возглавляет Павел Николаевич Грудинин, совхоз имени Ленина, выжил в крайне неблагоприятных условиях. Коммунисты принимают активное участие в работе июльского экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Делегация Компартии вернулась из ЮАР, где состоялся масштабный диалог политических партий стран БРИКС. Литмотив форума – усталость от диктата стран Запада и его неоколониальной политики. Партии вышли с предложением остановить эту политику. Понимание, что преступная санкционная политика угрожает интересам всех стран нашей планеты. Поэтому были сформулированы предложения выстраивания новой системы транзакций международных, которая будет независима от влияния одной страны, как это сегодня происходит со стороны Соединенных Штатов. И я могу сказать, что вот эти решения, здесь, как уже отметил Дмитрий Георгиевич, которые вышли от политических партий БРИКС+, они во многом совпадают с теми предложениями, которые принимала наша партия на своих съездах, на своих пленумах, и были отражены в работах лидера нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова. Это было видение еще десятилетия назад. Сегодня к этому приходят политические партии многих стран мира. Депутаты фракции КПРФ отметили, что в предстоящем политическом сезоне Компартия уделит особое внимание в том числе практической, политической и законотворческой работе в деле борьбы за установление исторической истины и справедливости. Главные новости и ежедневные программы нашего телеканала смотрите на сайте airline.tv А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин